Вот приехали на Маришкин родник набрать воды, а тут даже по две ступеньки лестницы затопило все. Вон, родников нет, все под водой. Ряска, тина, сухие ветки и бутылки из-под спиртного. Пару недель назад картина хоть и не была идеальной, но узнаваемой для жителей Ульяновской области. Горожане приходили на Маришкин родник, чтобы набрать чистой питьевой воды. Сегодня же при всем желании попасть к источнику не получится. В этом убедился и Вячеслав Михеев. Мужчина по традиции пришел с внуком за чистой водой. Вот только уйти пришлось с пустыми руками. Источник затопило, ровно как и ведущие к нему тропинки. Сама купель скрыта под слоем грязи и тины. Нетронутой осталась только лестница. Картина ужасает и завораживает одновременно, признается Вячеслав. На его памяти это первый прецедент, когда заповедное место утонуло в бездействии ответственных лиц и природных катаклизмах. А вот для людей, уполномоченных, такой исход ожидаемый. Снежная зима, высокий дебет источника, обильные дожди, загрязненный коллектор, через который циркулирует родниковая вода. Каждая инстанция трактует причины экологической катастрофы, основываясь на своей зоне ответственности. В региональном профильном министерстве сообщили, за пару дней проблему не решить. В корне она решается только через полноценную расчистку русла реки. Но прежде чем приступать к расчистке реки, нужно, конечно, убрать все лишние строения, заборы, которые имеются. Обнаружена безхозяйная самострой в части дороги, проложена труба. Не необходимого диаметра, который не дает пропускать ту воду, которая имеется. Локальные стройки, о которых идет речь, ведутся в районе поймы Симбирки и, по мнению экологов, наносят ущерб природе. Около 12 лет назад на Буинской приступили к возведению малоэтажных домов. Результатом стал выход воды на поверхность. Последствия проявляют себя до сих пор. Прошли полностью по руслу реки Симбирка. Обнаружили очень много завалов растительными отходами, ветками, строительными отходами. К сожалению, на данной территории ведется строительство, что требует земельного контроля со стороны органов местного самоуправления. Ну и, конечно, необходимо провести расчистку. Маришкин родник – объект регионального значения. Тем не менее, находится в черте Ульяновска. Потому ответственный за источник несут и городские власти. Мэр Александр Балдакин поручил в течение недели откачать воду, чтобы корень проблемы всплыл на поверхность. Также на прошлой неделе поступило сообщение относительно поднятия уровня воды в Маришкин-мороднике. Поручил специалисту Ульяновск водоканала обследовать состояние водообранной трубы и в случае необходимости принять соответствующие меры. Сергей Александрович, я вас попрошу взять эту ситуацию на контроль. Сегодня и завтра организовать работу необходимую по обследованию и выяснить причины подтопления. И принять необходимую меру. Если необходимо, вместе давайте с вами проехать и посмотрим. На то, чтобы установить причины и следствия, дать поручение определить ответственных специалистов за экологическую проблему, уйдет время. Природа же отказывается медлить. Еще на прошлой неделе уровень воды в природоохранной зоне был терпимый. Сейчас же стихийное болото, как его называют местные жители, поглотило практически всю территорию. Мы продолжим следить за развитием событий. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда.ТВ Продолжение следует. Продолжение следует.